ну и несколько предупреждений чтобы не было каких-то лишних иллюзий и недопониманий хотя курс очень хорош и он в некотором а плане даже на некотором смысле некотором роде волшебный магически потому что он позволяет сохранить самые большие волшебство это здоровье наше да вот функционирование правильное он не всесилен здесь я и подразумеваю две вещи первое что не всесилен сам по себе курс требуется работа над ним но это понятно а второй момент что не все методики всем рекомендованы есть безусловно противопоказания и об этом я вам обязательно сообщаю какие методики этого курса нельзя применять тем людям которых и у которых есть проблемы с позвоночником требующие хирургического лечения нельзя применять эти методики при онкологических заболеваниях позвоночника нельзя применять при очень сильно выраженных деструктивных изменениях которые в принципе зачастую являются на показаниями к пункту первому то есть к хирургическому лечению нельзя применять эти методики а этот уже если вот эти первые три касаются очень определенного контингента людей да которые вряд ли этот курс даже и ну приобрели то есть он не нужен там нужен специалист который будет действовать радикальным образом да то есть там нужен хирург то вот четвертая категория это та которая вот я скажу сейчас это те кто имеет заболеваю заболевание в острой фазе то есть есть но то обострение то есть любого прострел в шее прострел то есть ярко выраженный болевой синдром методики этого курса при таких вот газ появлениях нельзя применять потому что можно только усугубить проблему мы только хуже вас пострел в шее вы начинаете на шею воздействовать вам еще больней мышцы еще больше спазмируются и в итоге проблема лишь загоняется большим угол там нужно воздействие специалиста более тонкая и тем более скорее всего не мануальщика там скорее всего нужна работа невролога чтобы для начала купировать этот болевой синдром и добиться стойкой ремиссии чтобы у вас ничего не болело и вот только потом уже можно применять эти все методики на уж то методика этого курса все методики этого курса они направлены прежде всего не на больных людей не на больных а на здоровых здоровых что самое важное кто поднимается именно профилактикой выздоравливающих кто занимается реабилитацией до после заболевания вот и выздоровевших те которые хотят опрофилактировать ситуацию таким образом чтобы заболевание повторно никак себя не проявила если остеохондроз уже есть и были проблемы вот на кого это направлено поэтому я сделал специальную микролекцию вот эту вот с предупреждениями и особенно особенно лишний раз акцентирую вот тех кто хочет с помощью курса решать какие-то проблемы в острой фазе когда что-то заболело ничего не получится используйте это все тогда когда ничего не болит либо долечивайте патологию до конца то есть чтобы не было боли имеется на купируете более потом занимайтесь либо занимайтесь до того как вас и сам клюнул жареный петух это вот самое лучшее любая профилактика гораздо лучше гораздо лучше любого лечения то есть знаете даже самого лучшего лечения лечение это это последнее уже дело это средство выбора уже когда все когда уже выбирать ничего нельзя то выбирается лечение а так надо выбирать всегда профилактику вот если уж это резюмировать то можно сказать так что методики этого курса направлены на то чтобы никогда не заболеть а если болел то выздороветь и забыть навсегда о том как это было когда болел и не заболевать больше вообще и не бояться даже добиться того чтобы не бояться того что заболевание может снова повториться избавиться от этого страха и жить в полном комфорте и находиться в прекрасной зоне вот этого жизненного комфорта не ощущая себя совершенно не стесняя себя остеохондрозом если он есть а если его нет то и он и не появится вот так ну а теперь дальше мы с вами уже встретимся в теоретической части где я вам расскажу про механизмы на которые мы будем воздействовать методиками этого курса то есть я расскажу о том как вообще формируются патология как ее можно остановить как ее можно повернуть вспять при некоторых ситуациях когда она не запущена и как можно бороться с ней для того чтобы она не вызвала каких-нибудь осложненных проявлений чтобы не было никаких осложнений вот и также расскажу о том вообще какие существуют методики на что они направлены в чем заключается их селективное воздействие встретимся в следующем видео